Людмила Павличенко 11 сентября 1942 года гостила в родовом поместье Рузвельтов, находящемся в 80 километрах от Нью-Йорка. После завтрака она отправилась на прогулку. Проходя мимо озера, ее заинтересовала странная узкая посудина, точно обшитая кожей с маленьким сидением в центре и короткими веслами в уключенных. Недолго думая, Людмила прыгнула в американскую лодку-индианку, оттолкнулась от мостков и налегла на весла. Лодка легко как птица полетела вперед. На середине озера Павличенко сделала резкий поворот корпуса, индианка перевернулась и снайпер очутилась в холодной воде. Свидетелями этого конфуза стали два благородных английских джентльмена, которые в этот момент находились на берегу. Они засуетились, не зная, что предпринять. То ли спасать девушку и лодку, но для этого надо было раздеться и войти в озеро, то ли звать на помощь прислугу, но для того надо бежать к центральной усадьбе. Взволнованные и громко обсуждая эту ситуацию, они продолжали стоять у громки воды. Павличенко сначала барахталась в воде и пыталась вернуть лодку в прежнее положение, но руки скользили по ее влажным крутым портам. Людмиле пришлось плыть к берегу, таща лодку за собой. Вскоре англичанам представилось необычное зрелище. Офицер красные армии, выходящие из воды в мокрой одежде, эффективно облегающие тело. Увидев вытянувшиеся физиономии двух идиотов, Павличенко не смогла удержаться и залилась долгим и заливистым смехом. Людмила Павличенко была направлена в США с комсомольско-молодежной делегацией, целью которой было сподвигнуть союзников к открытию Второго фронта. В этой группе помимо нее был также и другой снайпер, Герой Советского Союза, Пчелленцев Владимир Николаевич. Сначала их отношения были не очень-то дружественные. Как пишет Павличенко в своих мемуарах, Владимир в феврале 1942 года за 100 фрицев, уничтоженных на Ленинградском фронте, первым из снайперов в СССР получил звание Героя Советского Союза. Я за 100 румын именую снайперскую винтовку. Он за 12 месяцев службы удостоился трех воинских званий, младшего лейтенанта, лейтенанта и старшего лейтенанта. При том, что счет его сейчас составлял всего лишь 154 фашиста. Я, имея 309 убитых гитлеровцев на счету, смогла выпросить у добрейшего Ивана Ефимовича Петрова только звание младший лейтенант. Вот что значит хорошее отношение с начальством, что в тылу, что на фронте. Но потом снайперы сдружились, тем более, когда Павличенко узнала, что Пчелленцев получил золотую звезду не за убитых противников, а за организацию снайперского дела на Ленинградском фронте. Франклин Делана Рузвельт был одним из самых любимых президентов американского народа. Что уж говорить, что он является единственным президентом США, которого народ избрал на третий срок. Обладая острым умом и сильной волей после прихода к власти, Делана Рузвельт вывел Америку из Великой депрессии, восстановил сельское хозяйство и промышленность, а также провел ряд социальных реформ, отняв часть прибыли у олигархов и распределив ее между бедными слоями общества. К тому же его политика заключалась в дружбе с Советским Союзом. Элеонора Рузвельт, жена президента, как первая леди курировала различные молодежные женские организации, а также постоянно занималась благотворительностью. Она стала очень известным и уважаемым общественным деятелем. С тех пор, как в 1921 году ее муж переболел полиэмилитом и частично лишился подвижности, она вела все его предвыборные кампании, разъезжая по стране, выступая на митингах и встречаясь с избирателями. Вначале между Элеонорой Рузвельт и Людмилой Павличенко пробежал холодок в отношениях. Разница культур, возраста и происхождения давали о себе знать. К тому же Рузвельт не понимала, как это женщине возможно убивать людей, о чем она прямо и спросила Павличенко. Людмила как могла смягчала свой ответ первой леди, но все равно получилось довольно-таки грубо. Она напомнила аристократке, что ее страна много лет не знает войн, а они приехали оттуда, где бомбы разрушают города и села, где льется кровь, где погибают ни в чем не повинные люди. Меткая пуля всего лишь ответ злобному врагу. Элеонора смутилась и поспешно отвела взгляд. Она не обиделась на грубость, хоть немного и отомстила Павличенко. Изящно, как и положено аристократке. После пресс-конференции, где Павличенко отвечала на вопросы, первая леди предложила ей ехать на ужин с ней на ее кабриолете. Элеонора, будучи в возрасте 58 лет, управляла автомобилем, как заправский гонщик. Мгновенно оторвавшись от охраны, она вихрем понеслась по улицам Вашингтона. На поворотах госпожа Рузвельт резко сбрасывала обороты двигателя, а перед перекрестками со светофорами она сильно нажимала на тормоза, и остановившиеся колеса свизгом чертили на асфальте черные полосы. Павличенко в испуге хваталась то за ручку на двери, то вжималась в мягкую спинку сиденья. Элеонора лукаво посматривала на бывалого снайпера, но скорости не снижала. Подружились Павличенко и Рузвельт как раз после случая на озере. Элеонора, боясь, что Павличенко простудится, быстрее загнала ее в дом и предложила ей переодеться. В этот момент ее взору пристало изуродованное войной тело бывалого снайпера. Павличенко несколько раз была ранена, а ее спину и голову украшали шрамы от немецких мин и осколков снарядов. «Бедная моя девочка», — сказала Рузвельт, — «какие страшные испытания вам пришлось пережить». Когда Франклин Рузвельт, удивленный отсутствием жены в столовой при приближении обеда, приехал на своем кресле-каталке на ее половину дома, то он не смог сдержать смеха от представившейся ему картины. На широкой кровати, занятой шитьем, сидели две женщины, имеющие большую разницу в возрасте, воспитании, образовании, социальном положении, да еще и при наличии языкового барьера. При всем при этом, ничто это не мешало им увлеченно болтать о предметах, совершенно незначительных. Сэр Чарльз Спенсер Чаплин, более известный как Чарли Чаплин, знаменитый американский и английский киноактер, сценарист, композитор, кинорежиссер, продюсер и монтажер, встретил делегацию из Советского Союза в своем особняке в Беверли-Хиллз. Этот гениальный человек играл большую роль в деятельности благотворительного общества, поддержка русской войны, помогая собирать значительные суммы в помощь Советскому Союзу для обеспечения Красной Армии снаряжением и вооружением. Чаплин сам открыл дверь и проводил Павличенко в гостиную, где собрались его друзья и коллеги. Предложив ей сесть на диван, Чаплин проделал цирковой трюк. Встав на руки и на руках, прошелся корзине с бутылками вина и также вернулся, держа бутылку шампанского в зубах. Великий артист, опустившись на полу ног Павличенко, произнес тост за скорейшее открытие Второго фронта в Европе. Затем все переместились в небольшой кинозал, где Чаплин показал свой новый фильм «Диктатор», где он забавно пародировал Гитлера. Чарли Чаплин находился в курсе событий на Советско-Германском фронте и просил Павличенко более подробно рассказывать ему об обороне Одессы и Севастополя, а также о снайперской службе. Закончилась встреча с артистом снова театральным жестом. Он встал на одно колено и целовал руки Павличенко за тех 309 фрицев, что остались лежать в русской земле. Комсомольская молодежная делегация пробыла в США чуть более двух месяцев. Снайперы Павличенко и Пчелинцев объездили почти все крупные города Америки, выступая перед общественностью и репортерами, рассказывая людям о том, что происходит в Советском Союзе. После каждого их выступления в зале появлялись нарядно одетые девушки с цветными ящиками-копилками и собирали деньги в фонд помощи Красной Армии. Сбор шел очень успешно. Многие американцы, отдав деньги, вставали и подходили к сцене, старались пожать снайперам руки и говорили слова одобрения. На одной из встреч с журналистами, после очередных расфросов про детали быта женщины-солдата на передовой, Павличенко произнесла легендарную фразу «Мне 25 лет, на фронте я успел уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?» Данная фраза сорвала аплодисменты и приблизила американскую общественность к пониманию происходящего на Восточном фронте и необходимостью открытия Второго фронта. В этот момент, благодаря усилиям Рузвельтов, наши страны еще дружили. Советский Союз рассматривался как пример социалистической страны без кризисов. Голливуд тогда снимал фильмы, где советские люди представали на экране в положительном свете. Американцы были искренны в своих чувствах, и советская делегация смогла собрать и передать в посольство огромную сумму – 800 тысяч долларов. Учитывая тот факт, что с того времени доллар обесценился в 27 раз, то эта сумма равнозначна сегодня – 21 миллиону 600 тысячам долларов. Члены делегации часто спорили о том, как относиться к такой процедуре. Пчелленцев говорил, будто в ней есть нечто унизительное, словно бы наша великая страна и непобедимая армия просит богатеньких америкосов подать им ради Христа на бедность. Но другие члены делегации не были так однозначны. На эти деньги приобретутся продукты и вещи первой необходимости для советских людей, лишившихся крова и всего имущества. После возвращения делегации обратно в СССР, лейтенант Людмила Павличенко служила инструктором в снайперской школе «Выстрел под Москвой», а Владимир Пчелленцев отправился обратно на передовую, где подтвердил звание Героя Советского Союза, доведя счет уничтоженных врагов до 456 человек. Франклин Делана Рузвельт, несмотря на усталость и недомогание, продолжал заниматься государственными делами. Однако 12 апреля 1945 года президент скончался от кровоизлияния в мозг. После его смерти американские олигархи, боясь высокой популярности Советского Союза среди населения Америки и возможной революции, привели к власти Гарри Трумэна, который выступал за жестокое противостояние с СССР и коммунистическими идеалами, а также боролся за утверждение единоличного лидерства США во всем мире. С его именем также связано начало Холодной войны. Во времена маккартизма в 50-е годы в США прокатились политические репрессии против, как говорилось в пропаганде, антиамерикански настроенных граждан. На самом же деле олигархи боролись с коммунистами и их идеями. Чарли Чаплина также стали обвинять в антиамериканской деятельности и подозревать в нем тайного коммуниста. Глава ФБР дал указание активизировать работу по сбору на Чаплина обширного досье и попытался выдворить актера из страны. Чаплину ставили в вину, проведенную им в 1942 году, кампанию в поддержку открытия Второго фронта. Но, боясь огласки, тронуть великого актера маккартисты не могли. Только когда в 1952 году Чаплин отправился в Лондон на мировую премьеру своей новой картины «Огни рампы», то власти США попросту запретили обратный въезд актеру в страну, тем самым избавившись от ненавистного им коммуниста. Людмила Павличенко и Элеонора Рузвельт дружили до конца жизни. Они часто писали друг другу письма, сообщая семейные новости, обмениваясь впечатлениями об интересных литературных новинках и договариваясь о поездках на международные конгрессы, посвященные борьбе за мир. Госпожа Рузвельт дважды посещала Советский Союз и вместе с Павличенко они много времени провели в Москве, вместе ездили в Ленинград, где побывали на театральных спектаклях, посетили Эрмитаж, Русский музей, Петергоф, Гатчину и Царское село. Элеонора Рузвельт долго хлопотала о том, чтобы состоялся ответный визит Павличенко в США, однако Госдепартамент самой свободной и демократической страны на земле так и не дал на это разрешение.